30-летняя история поискового движения в нашем регионе богата на события и результаты. Из года в год она держится на 5-6 активистах, которые регулярно организуют экспедиции и привлекают в свои ряды новых сторонников. Сегодня учредители фонда «Боевое братство» в очередной раз подвели итоги своей деятельности, подробно остановившись на достижениях этого года. Этот год у нас очень сильно большая работа прошла. То, что мы съездили на поисковую работу, сделали перезахоронение совместно с ярославцами. Был найден нашего земляка от Рауса Бурумбаева, съездили ребята, перезахоронение сделали. Выпустили книгу 30-летия полностью о поисковой работе в течение 30 лет, которая работает как книга для истории. Провели большое мероприятие, 30 лет поискового движения, даже приехали гости из России, глава района приехал, Оленинского района, именно где воевала СОТО-101. Для нас очень приятно было. Число поисковиков постоянно меняется. В основном пополнение приходит из учебных заведений. Это школы и колледжи. Молодые люди сами проявляют инициативу, соглашаются на дальние экспедиции, чтобы проверить свои силы и узнать много интересного. Я учащийся Октябрьского строительно-монтажного колледжа. Ездил в 11 классе, еще когда учился в школе, на раскопки. Тогда загорелся желанием поехать в Новгородскую область. Мы ездили в Парфинский район, там проводились раскопки. Мы два дня были в дороге, 10 дней там, в лагерь. Потом два дня обратно. Там же вручение, захоронение проводилось. Самые большие впечатления какие от поездки? Лес, раскопки. Все это интересно? Можно выдержать? Да, понравилось. Ну, я выдержал, мне понравилось. По словам молодого человека, интерес к такого рода занятиям ему еще в детстве привил отец. Он тоже когда-то являлся членом поискового отряда, выезжал за пределы области, находил останки советских воинов. Тогда школьники чувствовали себя настоящими патриотами, ведь в стране этому придавали большое значение. Сейчас такая романтика привлекает немногих, но желающие все же есть. Отбора нет у нас такого. Ну, мы проводим инструктаж сразу. Ну, видно, конечно, берем ребят здоровых, чтобы разрешение родителей разрешали, чтобы не болели, чтобы не было там случаев, что он заболел или еще что-то. Уже отбираем, конечно, таких хороших ребят. И главное, чтобы они сами желание было. А вот тех, кто оказывает материальную, информационную и просто дружескую поддержку людям, занимающимся этим ответственным делом, гораздо больше. Сегодня от имени фонда «Боевое братство» 20 человек были награждены медалями. В их числе и руководитель службы информации РИК-ТВ Владимир Беляков. В общей сложности к 30-летию поискового движения награды за вклад в его развитие в регионе получили уже 70 человек. Ирина Гуль, Смирлана Манжолов, программа «Факт».